МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Надеемся, что, может быть, поможет эта встреча, может быть, хоть что-то сделает. Жители Малаховки смогли озвучить свои вопросы и просьбы выездной администрации. На самом деле, я считаю, что эти лекции очень полезны. Состоялась очередная встреча в рамках проекта «Школа молодого политика». Здесь очень хорошая организация. Тут очень хороший конкурс. Мне нравится. И зал хороший. А соперники? Соперники тоже сильные. Отборочные этапы детского фестиваля искусств подошли к концу. Учат, как правильное весе, правильно держать, как защищаться. В округе прошел детско-юношеский турнир по тэквондо. А теперь подробнее о всех событиях. В округе продолжаются встречи с жителями в формате выездной администрации. На этот раз ее провели в Малаховке. Каждый мог адресовать вопрос главе муниципалитета, руководителям профильных подразделений администрации, депутатам, представителям управляющих компаний, коммунальных служб и правоохранительных органов. Какие проблемы беспокоят жителей, расскажем в сюжете. Анастасия Сапожкова почти год проживает с семьей в жилом комплексе «Малаховский квартал». Многие квартиры уже заселены. И большинство жителей волнуют одни и те же вопросы. Нету подъезда к нашим домам с улицы Гаражной. Там дорога безымянная, не могу точно назвать адрес. Там по координатам надо смотреть, по карте. Дорогу пообещал благоустроить. Еще там есть детская площадка в соответствии с тем, что там будут играть дети. Мне очень хочется, чтобы вопрос решился. Проблемы поднимали разные. Оборудование новых контейнерных площадок, содержание дворовых территорий, уборка снега и удаление сосулек с крыш. Дом номер 11 по Быковскому шоссе построен более 60 лет назад. По словам жителей, инженерные коммуникации давно обветшали. А дом нуждается в ремонте. Трубы все гнилые, все в ужасном состоянии. В подвале без конца я вызываю уже, ну, канализация забивается. Почему она забивается? Ну, потому что все старые, все трубы, все старые. У нас с водой проблемы. Если включить колонку, у нас горячей воды нет, у нас газовые колонки. Если включают вечером, приходят люди с работы, у напора нет. Надеемся, что, может быть, поможет вот эта встреча. Может быть, хоть что-то сделают. Обсудили на встрече вопросы благоустройства летнего парка, организации дополнительных парковок у входа в парк Малаховское озеро, проведение субботника в лесополосе вдоль Михневского шоссе в апреле текущего года. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Зима не перестает удивлять обилием осадков. На улице Южной произвели очистку дворовых территорий. Около 25 сотрудников управляющей компанией ЛГЖТ с использованием спецтехники убирали снег и наледь. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Со снегом и наледью в Люберецком жилищном тресте борются около 650 сотрудников. В первую очередь убирают пешеходные дорожки, входные группы и детские площадки. В этом году, как сказали, превышена норма выпадения осадков. Поэтому коммунальные службы работают в усиленном режиме. Людям тоже тяжело. Где-то, получается, успеваем, где-то держим территорию на контроле. Но стараемся, чтобы нашим жителям в городском округе было комфортно передвигаться по дорогам, по пешеходным дорожкам и входить в подъезд. Коммунальные службы на очистку территории выходят ежедневно. В обслуживании управляющей компании более 800 многоквартирных домов и 2000 дворовых территорий. Поступают и обращения от жителей. К сожалению, в этом году, или к счастью, зима действительно выдалась очень снежной. Дети довольны. Мы не очень, потому что очень много сугробов, очень много наряди. Люди падают, подскальзываются. Но мы обращаемся и в управляющую компанию, мы обращаемся и напрямую в администрацию. И, конечно же, нам помогают. Дворы чистят после обращений. Жители тоже могут помочь коммунальщикам. Если переставить автомобиль во время уборки территории, то всё пройдёт быстрее и качественнее. После очистки дорог и тротуаров асфальт посыпают противоскользящими веществами. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах проходят торжества, посвящённые Дню Защитника Отечества. По традиции, они начались у мемориального комплекса «Вечный огонь». В память о тех, кто отдал за родину самое дорогое свою жизнь, там состоялись церемонии возложения цветов. Участников мероприятия встречает военный оркестр у подножия памятника воину-освободителю, почётный караул и знаменосцы. 23 февраля – одна из тех дат, когда в очередной раз вспоминают о защитниках, которые совершили подвиг во имя Отечества и чествуют героев нашего времени. От детей войны Люберецкого округа я поздравляю всех участников Отечественной войны и всех ребят, которые сейчас воюют и которые пришли на побывку во время своего отпуска. Мира хотел пожелать всем здоровья ветеранам, силы духа, найти себя, не потеряться в деле, в помощи, в воспитании нашего подрастающего поколения. Поздравляю всех, не только тех, кто воевал, но и мирное население. Они помогали фронту. Перед церемонией возложения цветов все, кто собрался у мемориального комплекса, почтили память павших защитников Отечества минутой молчания. Наступает минута молчания. Первыми цветы к подножию памятника возложили глава городского округа Люберцы Владимир Волков, председатель Совета ветеранов Юрий Орехов и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. За ними последовали депутаты городского округа Люберца, ветераны боевых действий, представители ветеранских организаций, молодежи и курсанты военных вузов. Луиза и Геозырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В преддверии главного мужского праздника в Люберцах прошел ежегодный чемпионат по пулевой стрельбе из пистолета Макарова. За призовые места сразились представители силовых структур, участники СВО, депутаты и муниципальные служащие. Подробнее расскажем в сюжете. На три круглые выстрелы вам дается три минуты, десять выстрелов зачетные, десять минут, по пять патронов в каждый магазин. Расстояние 20 метров, положение стоя. Всё понятно? Перед началом инструктаж и проверка правил безопасного обращения с пневматическим пистолетом. В команде по три человека, у каждого по два подхода. Инспектор по исполнению административного законодательства Люберецкой госавтоинспекции Александр Агапов участвует в чемпионате впервые. Хотя навыки обращения с огнестрельным оружием имеет... Три года назад, как я пришел работать, вот прошел учебку, там научили стрелять. И дальше сюда периодически езжу, когда появляется возможность для того, чтобы отточить навыки. Результат доволен, но хотелось бы еще получше. Есть к чему стремиться, можно так сказать. В чемпионате приняли участие сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МЧС, Росгвардии, судебные приставы и участники спецоперации. За команду Люберецкой администрации выступил Владимир Волков. Тренировка нужна во всем, и тем более в стрельбе, тактика, подготовка, глаз набить, чтобы рука не дрожала. Все это требует таких серьезных навыков. Конечно, есть к чему стремиться. И нужно чаще, мы поняли для себя, нужно чаще выезжать и тренироваться. Поэтому всем желаю только здоровья, никогда не применять оружие, не табельное, не личное, всем жить в мире, в согласии. И, конечно же, в преддверии 23 февраля всех с праздником. В чемпионате по пулевой стрельбе из пистолета Макарова приняли участие 13 команд. Самым метким стрелкам вручили грамоты и кубки. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Поздравления в адрес защитников Отечества прозвучали со сцены Люберецкого дворца культуры. Там состоялся праздничный концерт, который каждый год собирает большое количество зрителей. И этот не стал исключением. Наш корреспондент расскажет подробнее. Концерт в честь Дня защитника Отечества всегда проходит торжественно. Начинается он с выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. После того, как знаменосцы поднимаются на сцену, в зале звучит гимн страны. Концерт объявляется открытым. Сегодня наш исторический день, когда мы говорим слова благодарности нашим воинам, тем, кто находится на территории и выполняет свои задачи на специальной военной операции. Те, кто каждый день защищает интересы наших жителей, защищает интересы нас с вами, несут свой долг. Ветераны – это те люди, которые все это прошли и прошли в тех же непростых условиях, защищая интересы нашей страны в Афганистане, в других локальных войнах, в Чечне. И все это всегда доблестно выполняла наша армия. В этом году в программе праздничного концерта вручение паспортов юным жителям округа свой первый документ из рук Владимира Волкова получили 18 девушек и юношей. Главные гости праздника – ветераны боевых действий. Теперь их ряды пополнили и участники специальной военной операции. Официальные правочники, солдаты и сержантки контрактной службы, мобилизованные граждане и добровольцы с честью и достоинством выполняют свой долг, воронищие дня своей жизни, выполняют задачи и слова. Сегодня они среди нас, являясь гордостью нашей страны. В честь виновников торжества на главной сцене округа прозвучали песни и стихи. Праздничный вечер украсили лучшие танцевальные и вокальные коллективы. Тематика каждого выступления – патриотизм и любовь к родине. Те качества, которыми наделен настоящий защитник Отечества. Это время, но честь и слава. Сам Господь это время кроет, а на том и стоит держава. Это время простых героев. Уже прошло два месяца, как в Люберцах заработал филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Это специализированный центр, где оказывают помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей. Чем живет новая организация, расскажем в следующем сюжете. Мирные жители в зоне боевых действий – это вообще отдельная история и трагедия, отдельный ужас. В Центре поддержки участников СВО сегодня урок мужества. Это одна из важных задач, которую выполняют сотрудники фонда. Рассказывают детям и молодежи правду и дают ответы на важные вопросы. А в другом помещении тем временем кипит другая работа. Волонтеры плетут для бойцов маскировочные сети. Людмила Копцова приходит сюда три раза в неделю. «Мы должны все делать все, чтобы быстрее это все у нас закончилось, нашим ребятам помочь. Друзья воевали, воюют. И такой мой вклад. Вот мне. То есть это доставляет удовольствие, что я какой-то хоть небольшой вклад делаю для наших ребят. Участники СВО, ветераны боевых действий, их семьи – здесь частые гости. Это место, где можно собраться и обсудить насущные проблемы с руководством округа. В марте месяце он собирается в отпуск. И вот когда он приедет, нам нужно обратиться к человеку по поводу вопроса выхода на пенсию. У него как раз стаж, сейчас совместный стаж идет гражданство 12,5 лет. И военный получается 12,5 лет. И он хотел бы выйти на районную пенсию. Куда вот тоже, где вот это узнать, эту всю информацию. В этом центре участники СВО и их родственники могут получить социальную, юридическую и психологическую помощь. На постоянном контроле и под пристальным вниманием находятся 762 семьи, в которых воспитываются более 500 детей. Луиза и Геозырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 21 февраля в России отмечают День фельдшера. Именно они приходят первыми на помощь тем, кто нуждается в экстренном медицинском внимании. Их работа – спасать человеческие жизни. Как проходят будни фельдшера, расскажет Анастасия Кладинова. Вот уже 7 лет, и за дня в день Степан Бабаян стоит на страже здоровья. Помогать людям – это мечта детства, которая стала реальностью. Оперативность, профессионализм и уверенность в себе – именно эти качества, по мнению Степана, должны быть у работников скорой помощи. Ведь им приходится сталкиваться с разными жизненными ситуациями. Бывает такое, что пациенты бывают с хроническими заболеваниями, и на фоне этих хронических заболеваний они сами по себе уже страдают, нервные какие-то, постоянные переживания, у них тоже стресс. Правильно оценить ситуацию, грамотно подойти к человеку, и пытаться все равно убрать конфликтную ситуацию, вывести в правильное русло, то есть найти компромисс. Степан заступает на смену в 8 утра, впереди рабочие сутки. Перед выездом нужно проверить наличие необходимого медицинского оборудования и препаратов. И вот уже первый сигнал от диспетчера. Бригада скорой помощи до нужного адреса доезжает меньше, чем за 15 минут. Пациент – пожилой мужчина. Причина вызова – высокое давление и затрудненное дыхание. Первым делом фельдшер опрашивает о симптомах и проводит осмотр. Ведь в этой профессии нет права на ошибку. Температура днём нормально, а вечером – к вечеру. Ну, а может, тут к спекрации. Кардиограмма показала тахикардию, но госпитализация не потребовалась. Впереди ещё много пациентов, нет времени на отдых. Для Степана специальность фельдшера – не работа. Призвание. Надеюсь проработать на скорой максимально возможное время. То есть до последнего пока смогу работать. Приносить благо для здоровья населения. На Люберецкой подстанции работают 220 фельдшеров. Круглосуточные бригады обслуживают больше 600 тысяч жителей. И каждый день они трудятся ради того, чтобы помогать людям. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Анатолий Сыромятников отметил юбилей. 20 февраля бывшему первому секретарю Люберецкого городского комитета КПСС исполнилось 80 лет. В гостях у «Политика» побывал Богдан Колесников. Первым секретарём Люберецкого горкома КПСС Анатолий Сыромятников был с января по август 1991 года. Перестройка в разгаре. А могучее советское государство с необычайной скоростью катилось под откос. Сыромятников не раз тогда получал выговоры от вышестоящих структур. В том числе за правду, которую говорил. Развалиться Советский Союз просто так не мог. Это была подлость и преступление. Я надеюсь, что даже, может быть, при моей ещё жизни всё это дадут правильную оценку этим событиям. Сейчас-то уже всем начинает ясно, что газета «Правда», что писала, это была правда, а не то, что говорил «Голос Америки». Но было уже поздно. Последние полгода существования СССР Анатолию Васильевичу то и дело приходилось противостоять идеологическим позициям. Но, как убеждённый коммунист, он не перестаёт верить в светлое будущее. Радует то, что если не удалось в масштабах страны, мне удалось это сделать в своей семье. У меня в семье коммунизм, блестящее отношение. Люди воспитаны так, как воспитывали коммунисты, молодёжь, подрастающие поколения. Жена, дочь, внук с женой. Анатолий окончил Люберецкую школу номер один и техникум сельхозмашиностроения. Производственную практику проходил на заводе Ухтомского. В 18 лет ушёл в армию. В составе группы советских войск служил в Германии. Я служил в Берлине самом, на обводе западного Берлина, на границе. Был радиотелеграфистом, начальником радиостанции, ну, на втором году средней мощности. Там же вступил в КПСС. Три года армии – это школа, это отношения, это становление мужчины. После демобилизации вернулся в Люберцы. На заводе Ухтомского вырос до ведущего конструктора. За успехи в работе, службе и общественной деятельности имеет десятки наград. Ну, самое памятное, это вот первое. Вручили мне молодому пацану 20 лет победы в Великой Отечественной войне. Включалось это действующим воинам советской армии. И орден, знак почёта вручили на заводе Ухтомского, когда я работал, за освоение новой техники, внедрение новой техники. Комсомол, партия и завод ему выдали путёвку в жизнь. По политической линии он прошёл путь от секретаря комсомольской организации до секретаря парткома завода. В середине 80-х был заместителем председателя Люберецкого горосполкома, затем первым секретарём горкома партии. Уже после распада СССР руководил управлением жилищно-коммунального хозяйства. После развала Советского Союза самое тяжёлое было время по ЖКХ. Неплатежи, отключение электроэнергии, чубайсовские, тепла. И вот всем этим занимался. Некоторое время поработал, потом опять прошли выборы, пришёл на смену нашей администрации, команда Акуратова. Анатолий Васильевич из администрации ушёл и реализовал себя в бизнесе. В 75 вышел на заслуженный отдых. Вместе с супругой ведёт дачное хозяйство, много читает, а к своему возрасту относится с иронией. Самое главное не так, как человек внешне выглядит, а что у него внутри. И с удовольствием бы ещё и побегал, но дороги, обстановка, видите, какая. Так что бегать не приходится. Но душа молодая, задор. Всё это есть, всё это присутствует. Секрет его жизнелюбия прост. Всегда следовать своим принципам, не изменять своим убеждениям, любить семью и родину. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Прошла встреча в рамках федерального проекта «Школа молодого политика». На вопросы школьников ответили депутаты Лидии Антонова, Игорь Каханы и руководство местного отделения партии «Единая Россия». С подробностями Анастасия Кладинова. «Школа молодого политика» — это познавательный проект для тех, кому интересно погрузиться в политическую и предпринимательскую сферы, понять основополагающие принципы, а также взаимосвязь двух направлений. Участники не только получали необходимые знания, но и учились применять их на практике. Лекция у нас проходит с депутатами Московской областной думы, так как они очень авторитетны для молодежи. Это очень большая удача, что мы можем с такими опытными людьми поговорить. Я думаю, и ребятам интересно, и нам. Первый спикер встречи — депутат Московской областной думы Лидия Антонова. Она рассказала школьникам о своем трудовом пути. Главная задача — это объяснить молодому поколению, с чего начинать предпринимательскую деятельность и как добиться успеха. Когда идешь в предпринимательство, надо понимать, что надо очень хорошо знать экономику, надо понимать финансовую дисциплину, надо знать законы. То есть, чтобы твое предпринимательство, ты можешь выбрать очень нужное направление, Но если ты не будешь подкован в хорошем смысле в этих темах, то тебя могут, ну, то есть ты можешь легко ошибиться. Игорь Каханный разобрал с молодежью принципы построения власти в России, а также подробно рассказал о депутатской деятельности в Московской областной думе. Законы Московской области не должны противоречить федеральному закону. Это же неправильно, да, если закон субъекта будет разрезать и федеральному закону. И плюс, как правило, эти законы расписывают то, что не урегулировано в федеральных законах. А оно нам надо для того, чтобы ввести ту или иную деятельность более качественно. На самом деле, я считаю, что эти лекции очень полезны, потому что происходит общение с представителями, которые могут поделиться своим опытом, рассказать, дать какой-то совет. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Познавательные лекции в округе проводят регулярно. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Один из важных вопросов для старшеклассников – выбор профессии. Чтобы помочь определиться, учебные заведения проводят Дни открытых дверей. В этот раз он состоялся в Леберецком техникуме имени Гагарина. Тему продолжит наш корреспондент. День открытых дверей – событие, где выпускники школ могут познакомиться с учебным заведением и ненадолго почувствовать себя студентами. Будущие абитуриенты узнают о специальностях, которые могут освоить в техникуме. Мы знакомим наших потенциальных абитуриентов с техникумом, с историей техникума, с направлением подготовки, которую мы будем реализовывать в 2024 году. Мы реализуем 28 направлений подготовки, которые делятся на профессии и специальности. Диплом выдаем о среднем профессиональном образовании. Повар-кондитер, техник по обслуживанию авиационного оборудования, оператор беспилотных летательных аппаратов, программист и многие другие направления. Во время экскурсии абитуриенты посетили мастер-классы, где смогли задать вопросы. Я сейчас учусь в девятом классе и рассматриваю варианты уйти после девятого. Я планирую пойти на инженера и обслуживание летательных аппаратов. Меня заинтересовал этот колледж, и я думаю, что если будет возможность, то я поступлю. Это очень хорошая техника. Здесь очень хорошие учителя, очень хорошо все преподают, здесь очень интересно. Здесь есть все, что вам нужно. По любой специальности у вас будет практика. Прием документов начнется 20 июня и продлится до 15 августа. Правила поступления можно узнать на официальном сайте техникума. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершились отборочные этапы детского фестиваля искусств. Впереди участников ждет большой галоконцерт. За три конкурсных дня свои таланты показали более чем 600 человек. Как прошли второй и третий день фестиваля, узнали мои коллеги. Второй день и пять номинаций. Скрипка, фортепиано, духовые, академическое и эстрадное пение. Валентин Лапшин играет на трубе 7 лет. В прошлом году стал обладателем гран-при. И снова вернулся покорять сердца жюри и зрителей. Здесь очень хорошая организация. Тут очень хороший конкурс, мне нравится. И зал хороший. А соперники как? Соперники тоже сильные. Еще одна номинация – изобразительное искусство. В картинной галерее представлено более 40 детских работ. Для их создания конкурсанты использовали карандаши, акварель, гуашь и масло. Предлагаю вот эту работу смотреть. Ой, такая замечательная работа. Самая цветная здесь работа. Вот она очень творческая. Что мне особенно приятно в этом году. Ну, во-первых, больше работ. И отношение к своим произведениям у юных художников, оно значительно улучшилось. То есть, посмотрите, все работы оформлены в рамке. Все это аккуратно. Вот этот процесс создания достойных художественных произведений, воспоевающих наш родной край, нашу жизнь. Вот здесь много сюжетных работ. В этом году еще и год семьи. Тут вот есть работа, посвященная семье. И вот смотришь, и поднимается настроение. А это самое главное, когда художественное произведение тебя чему-то учит. Свои работы представили учащиеся школы искусств и художественные школы округа. Тема – времена года. Награждение лауреатов состоялось в третий день фестиваля. Среди победителей – ученицы детской школы искусств номер три Виктория Акимова. Я, в принципе, люблю тему зимы, поэтому она мне очень близка, и я решила поучаствовать. Я делала работу урока три. В принципе, это очень быстрый срок, ну, потому что работа мне, правда, нравилась. Я горела ей. Это большая радость для меня. Вы не представляете, но так как я человек сама эмоциональный, я когда чувствую, что мои дети, у меня прям гусиная кожа появляется, знаете, на руках. Вот от счастья, от радости, потому что это действительно… Я знаю, сколько я в них вкладываю. На свете все просили, вся во звездами Кремля. Наша Родина, Россия, сердце милая земля. В фестивале принимают участие и 13 хоровых коллективов. Одна из главных задач хормейстера – проявить интерес и любовь к пению. Хор – это мое главное хобби. И я вообще не только хором занимаюсь, еще пианино и сольфеджио. Ну, это входит тоже в хор. Хор я очень люблю. И надеюсь, мы еще тоже будем много выступать и занимать хорошие места. Мы уже на этой сцене выступаем не первый раз. И показали в этом году себя гораздо лучше, чем в прошлом году. Фестиваль завершится 29 февраля большим галоконцертом. На нем выступят лучшие творческие коллективы и объявят обладателя Гран-при. Детство! Детство! Детство – это с кем ты радость! Богдан Колесников, Анастасия Кладинова, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Дворец спорта «Триумф» вновь стал эпицентром масштабного праздника. На этот раз он встретил участников открытых межмуниципальных соревнований «Спартак-дзюдо». Этот турнир с уверенностью можно назвать одним из ярких событий в спортивной жизни не только люберец, но и всей страны. Подробнее расскажет Луиза Егия-Зарян. Арену Дворца спорта «Триумф» не узнать. В центре огромное пространство для поединков, а рядом с ним яркая сцена, украшенная в стилистике «Спартака». Одно только оформление зала говорит о высоком уровне подготовки спортивного праздника. Я провожу турниры не первый раз, но именно со «Спартаком». Историю со «Спартаком» я провожу первый раз, и он получился у нас очень удачным. Благодаря комитету спорта «Люберец», благодаря общим точкам соприкосновения за то, чтобы развивать детский спорт, за то, чтобы развивать спорт и прививать правильные приоритеты. И предоставили колоссальную арену, очень хорошую арену, где все есть для этих условий. Перед тем, как участники соревнований вышли на татами, их поприветствовали почетные гости. Среднедавно мы открыли еще одно отделение комитета «Сюдор». Набираются большие обороты, и сегодня мы устроили этот праздник. Я от общества «Спартака», от российских болельщиков «Спартака» поздравляю вас всех, поздравляю участников, желаю вам дальнейших спортивных побед. И чтобы наше «Сюдор» всегда процветало не только в «Спартаке», но и в России. Тот уровень соревнований, который сегодня проходит, он впервые. Под «Сюдор» – это первый муниципальный турнир, разрядный турнир. Ребятам, участникам будет присвоено разрядом. И я надеюсь, что данное соревнование будет проходить систематически не один раз в год. Продолжилось торжественное открытие соревнований живым исполнением гимна России. Затем зрителей и участников турнира ждал зажигательный кавказский танец. Несмотря на то, что это первый турнир, он не только прошел на высшем уровне, но и собрал большое количество участников – более 300 дюдеистов из разных уголков России. Кроме Москвы и Московской области представлено еще шесть регионов. Возраст спортсменов от 11 до 13 лет. Детишки очень крепкие, очень хорошие, очень перспективные. Видно, что будущее в хороших руках, так как вижу и техника на хорошем уровне, и тактика, и физически они подготовлены. Из городского округа Люберцы в межмуниципальном турнире приняли участие 13 юных дюдеистов. Это лучшие спортсмены, которые показывают хорошие результаты на тренировках и других соревнованиях. Я занимаюсь до три года, и мне нравится, потому что там много интересного, и изучаем много новых приемов. За эти три года я научился бороться и многим приемам. Всего на турнире представлено 20 весовых категорий. В каждой определили сильнейших спортсменов. Победители ждали ценные призы от спонсоров и партнеров. Но самый главный подарок для юных спортсменов – это, безусловно, яркие эмоции. Луиза Игия, Зарян Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся открытый турнир городского округа по кёкию, сенка и карате. Это ежегодные соревнования, которые проводят накануне Дня защитника Отечества. За поединками наблюдала наша съемочная группа. Более 300 спортсменов из Москвы, Московской области и соседних регионов встретились на татаме в Люберецком ФОКе. 20 команд борются за звание лучшей, самая многочисленная из Люберец. Городской округ представили около 100 юных каратистов. Я готовился серьезно, я очень переживал, но пока я все выигрываю. Я всем хотел бы пожелать, всем участвовать в турнире победы, если проигрыши. Никогда не сдаваться, если проигрыши, то надо в следующий раз занять первое место. На турнире представлено 55 категорий. В каждой определят тройку лучших спортсменов. Для победителей и призеров Федерация Кио Кусенка и карате подготовила кубки и медали. Наша сборная городского круга Люберца подготовлена очень хорошо. Это показывает не только наш турнир, который сейчас проходит. Мы в этом году с Центрального федерального округа России сборная привезла 5 кубков. Готовимся на международный турнир, который будет на следующей неделе. Там заявлено 2200 участников. Порядка 35 спортсменов из Люберец будут представлять там Московскую область. Всего Федерацией Кио Кусенка и карате городского округа Люберца занимается около 800 спортсменов. Набор проводится с пяти лет. Тренировки проходят на базе общеобразовательных учреждений, а также в спортивной школе Олимпийского резерва. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В триумфе прошел детско-юношеский турнир Федерации Тэквондо ВТФ городского округа Люберцы. В соревнованиях по специальной физической подготовке приняли участие воспитанники спортивной организации, в том числе из адаптивной группы. С участниками и организаторами турнира пообщалась Луиза Иги Азарян. Популяризация спорта и здорового образа жизни. Такую цель носит детско-юношеский турнир, который собрал на одной площадке около 350 юных спортсменов, их родителей и тренеров. Раз в год Федерация Тэквондо ВТФ городского округа Люберцы проводит для своих воспитанников такой праздник спорта. Активно развивается этот вид спорта, дает возможность детям приобщаться к спорту. Дети и мальчики, и девочки, как вы видите, занимаются. Этот спорт сейчас набирает обороты. Набирает популярность и новое направление Тэквондо для детей с особенностями развития. В адаптивной группе сегодня занимаются около 50 спортсменов. 15 участвовали в этом турнире. Учат, как правильно держать, как защищаться. У меня один раз без металли был, но я занял первое место. Я еще раз первое место занял, потом я занял второе. Год назад, то есть в феврале прошлого года, открылась секция адаптивного Тэквондо для детей с особенностями развития. И привели для поддержки физического развития. То есть если он раньше боялся всяких мелочей, то тут он стал посмелее, больше лазить, больше прочего. То есть как бы, ну как обычные дети. Они социализировались, то есть да, у них прогресс пошли. То есть они уже стали выполнять какие-то более сложные задачи. То есть не только в жизни, но и во-первых в спорте. Это дает им большой стачок, большой плюс. Всего федерации Тэквондо ВТФ городского округа Люберца занимаются около тысячи спортсменов. В апреле запланирован крупный турнир РФСО «Спартак» по этому виду спорта. Ожидается, что в нем примут участие более 600 детей и взрослых. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях. И, конечно же, у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!